Давненько я не хомячила на камеру, подумала, я и решила, вообще я забыла, что надо было поесть, пока собиралась, то есть у 5 до 10, в общем, очень поздний завтрак, молочно-творожный, капучино классическое с козьим молочком, вообще там два кофе, буси да ред и кенийский какой-то молотый остатки был и роскоши, которые я тут в турке варила, которые мне Лена из Минск-Москва приставала, еще у нас молочный, в смысле, ну понятно, что молочный, коровий творожок от фермерской коровки и сметанка белорусская, а еще у нас тут, я так и не вспомнила, что тут у меня за варенье, то ли яблоки с облепихой, то ли яблоки с какой-то другой ягодой, ну в общем, густой сироп из этого варенья, кстати, очень вкусно. Да, я тут это, намыливаю, создать-таки этот салатик, только надо будет кота мне в сумку кошачью переложить, потому что то, что там вот одна запчасть в салатике, если я буду при нем это делать, то у меня ни запчасти, ни меня не оценится, но как бы салатик с рыбкой предполагается. Всем желающим узреть меня в реале с момента, когда я ем. Можете освободить какой-нибудь выходной в апреле этого года и приконнектить в Москву, ну или бывать там, может кто-нибудь меня смотрит, помимо Тани. Хотя я не знаю, Таня вообще, как относишься к желатой на камеру, не помню. Ира там, ну в смысле те две, два человека женского пола меня смотрящих, рубит смотреть, как люди хавают на камеру. Ибо собралась я таки переехать в мой стол, хоп. Нет, хома там уже давно нет. В Москву, короче, в гости. Вот тут кое-кто приперся. И по плану у меня там вот, типа, как бы, кто хочет узреть Лёлю, придет в кафешку вместе с ней поесть. Ну, не только поесть. В идеале кафешка была бы с пиццей и блинчиками, но, как я поняла, в Москве с этим тугом из нормальных кафешек там только роллы. Ну, я не против, в принципе, роллов. Так, шоу. Ммм, довольно вкусно вышло. Я думала, они не захомят что-то творогу, даже настолько много. Очень вкусно, кстати, творог с кофе, с козьим молок, взбитый. Короче, творог с капучинкой вкусно. Если не пробовали, берите на заметку. И они нормально так сочетаются. Молотый кофе, сваренный в турке. У меня тупо оставалось вот столичка. Я как-то жалко было выливать. Вроде пить вот столько совсем мало. Хотя у меня есть маленькие кофейные чашечки из Макаревского приведены. Вот такие вот, наверное, где-то. Как раз туда бы влезло половинку. Если разбавлять молоко, то совсем уж какая-то бодяка получится. Я решила добавить где-то треть чайной ложки гусидовского рэда. Он и так-то сам почти окрепкий. Пол чайной ложки рэда и нормально. Ну, вчера тоже перепала к порошку, но еще до того, как он засметанился и заваренелся. Котуз, смотри. Котуз, смотри. Я сейчас топаю всю эту мисочку. Я тут даже ее заскрываю уже. Жалко вывернуть нельзя. Очень вкусно, лучше. Мне надо пенку ее скрепсти. Я когда-то мелкая, мне 13 лет было, ездила с сестрой в санаторий, детский, соответственно. И там нас кормили, типа как лекарством, кислородный коктейль. Был похож вот на этот капучин, как за тупинку молочную. Сладенький такой, прозрачный, с пузыриками. Хотя потом, по-моему, там было тупо, как нам или показывали, или говорили, варенье или сироп какой-то с водой разводят, и потом это все сбивают. Думаю, что потом вот, венчиком для капучина, что получится. Спасибо за компанию. Пока!